добрый день здравствуйте дорогие друзья я выбрал тему которая касается всех будущих недельных глав которые касаются строения мешка на скине и хотел бы обратить внимание первым делом на очень сильное различие которое связано с указанием строение мешкана на горе сина и когда было строение мешкана в практике есть здесь какие-то различия рафио шуа гейлер своей книги ойлеву шуа он обращает внимание на 4 нюанса которые отличаются в указании и строение и перечислим их по порядку а потом потихонечку разберем смысл почему есть такая разница и так далее во первых когда есть указание строить крови то есть когда строили аронакодыш вместо где лежали свитки торы скрижали торы свиток торы и то что называется аронакодыш на нем стояла два хирува два ангела как вид людей с крыльями и когда написано в параша трума что это указание строение мешкана написано оси то шнай кровим сделай два керувим а когда строили написано что сделали шнай кровим в чем разница есть два вида множественного рода есть множественная рода множественный род двойной а есть множественный дрова может множественный род в общем в чем смысл например когда мы говорим два глаза шнай наим шнай рогляем две ноги что я даем эти все вещи они касаются именно пары и есть связь между этими двумя вещами как два глаза двой ноги две руки есть множество которое она общее просто много вещей когда есть много вещей не всегда есть связь между этими вещами это просто много поэтому когда мы обратим внимание что когда указали то было множественный род как два керувим которые связаны между собой и с другой стороны когда строили мешка построили два керувим которые были просто два и не связаны между собой то есть мы замечаем здесь какое-то разделение какое-то различие также мы видим когда делали ириот ириот это как занавес вокруг мешкана и также сам мешкан был окружен и покрыт тоже кожан кожами зверей их соединяли между собой петлями каждая петля соединяла то есть было на каждой на каждой на каждой на каждой кожи был ряд петель и крючочков и они вместе соединялись как написано как написано в парашат рума парашат рума написано что на сотлю лаут и ша и лахота то есть петельки одна к сестре другой а когда сделали это то написано одна к одной ахат и лахат то есть мы видим что здесь были сестры а здесь они стали вдруг просто одна с другой опять же мы видим какое-то разделение по отношению к доскам мешкана тоже мы видим большую разницу когда мы есть указание в парашат рума делать доски то но множественное слово досок употребляется как в одном числе то есть керыш вместо крошим написано керыш это показывает о том что все крошим это как одно когда строили мешка написано крошим то есть мы видим что эти эти доски которые были как одно они вдруг стали множество и это тоже показывает разделение еще один нюанс который мы замечаем здесь в строении мешкана это что делали кожи значит кожи были покрыты кожи окружали мешкан и также были покрыты сверху что интересно что было два этапа был этап кожи первый ряд первый слой кожи а над ними был еще один слой теперь вот этот вот второй слой он упоминается в указании о строении мешкана вместе с первым слоем то есть это как одна глава а когда строили то они написаны воде в разных главах разделенные то есть опять мы видим вот это вот разделение во время во время указания во время строения разделений во время указания обе дня во-вот ему вот эта тема что уронить как бы объединяются вместе вещи объединяются Теперь, мы знаем также, что Пороша Трума была сказана Мушарабейну до того, как согрешили с Тельцом Это было в течение 40 дней, когда он был на горе Синай, так написано в комментаторе Датский ним И в то время было желание у Всевышнего сделать мешкан на земле Для того, чтобы он смог спуститься вниз, находиться здесь на земле И чтобы еврейский народ окружал его вокруг мешкана И тогда это будет как подобающее на небесах, то что он находится наверху И вокруг него есть ангелов, сарафимов, аним и так далее Которые увеличивают его, не то что его нужно увеличивать, но это как путь царей И что есть вокруг них всякое окружение, то же самое есть много окружения вокруг мешкана Из-за того, что евреи согрешили с Тельцом, написано в книге Таилим Давид Амелех описывает, что Всевышний сказал Я думал, что вы как божественное существо и сыновья богов Вы на высоком очень уровне Что потом оказалось из-за того, что они согрешили с Тельцом Написано «Ахэнки Адам Тимутун» Но все-таки вы умрете, как обычные люди Вы как министр, который занимает какое-то почетное место, он падает со своего уровня То же самое и вы То есть мы видим, что до Тельца еврейский народ назывался Бнеильон Назывались Элуким Какие-то высшие такие почетности А когда согрешили с Тельцом То они упали вниз и стали обычные смертные люди Как и все остальные люди в мире То есть это очень сильный упадок с высшего уровня на нижний уровень Теперь мы знаем, Раша говорит про Шачмини Когда Арон, пришло время ему освящать Мишкан И делать там первую свою службу Он побоялся туда войти Потому что Мишкан пришел для того, чтобы искупить Между прочим, он пришел для того, чтобы искупить грех Тельца Поскольку грех Тельца относился прямым образом к Арону Поэтому Арон боялся попасть Зайти в Мишкан, который как бы должен искупать какой-то грех Который Арон сам к нему относится Ему было это страшно И Шарабейн ему сказал, не переживай Все будет нормально И он вошел в Мишкан и сделал свою службу По крайней мере, что мы видим отсюда Что поскольку Мишкан параллелен человеку То есть мы видим, что когда мудрецы объясняют В Кабале это приводится много Что Адам Улам Катан Называется, что Адам он маленький мир Есть Мишка и есть Улам Катан Это обычный мир Когда человек изменил свою сущность Изменил свою сущность тем, что он согрешил с Тельцом То он на самом деле упал Он себя испортил Параллельно это сразу сражается на весь мир И весь мир полностью меняет свой смысл И он полностью спускается вместе с человеком Потому что это все в одной гармонии Мир и человек Это все один и тот же мир Мы видим также, что когда евреи получили Тору То сказали на 7 ниш мы сделаем и услышим Они поменяли порядок Обычно слышают и потом делают Они сказали, мы сделаем и потом услышим В смысле того, что им было неважно порядок Они были готовы сделать то, что им придется То, что им скажут сделать Несмотря на то, что они еще не услышали это Так есть в этом качество ангелов Что они стоят готовы выполнить указания И как будто они уже это выполнили Так как они сказали на 7 нишма Спустилось 600 тысяч ангелов И каждый из них одел две короны Эти короны, конечно, не буквальные Это какие-то духовные достижения На каждого из евреев было 600 тысяч мужчин На каждого из них было по две короны Одна параллельно нас и одна параллельно нишма После того, как они согрешили с Тельцом Спустилось 120 тысяч ангелов Каждый из них забрал по одной короне То есть видим, что здесь было изменение Вдруг как бы они потеряли какие-то силы Мы это объясним Но смысл в том, что произошло какое-то изменение Что нужно было привезти еще 600 тысяч ангелов Для того, чтобы можно было снять все эти короны Почему это так? Потому что написано, что человек не вра То есть как будто есть два человека Но когда Всевышний написал в Торе Ваицер Ваицер Человека То там написано Дваюда Дваюда это значит как бы Два создания Штайи цирот Два создания Есть высший человек Который Отражает Нижний человек И верхний человек Это как бы одно целое Которое растягивается во всех мирах И когда тело побеждает Наоборот Когда душа побеждает тело И она его освещает И принуждает его выполнять волю Творца Тогда сразу это укрепляет высшего человека Который находится на верхних мирах И все создание Оно меняется Потому что это все становится более духовное Более на высоком уровне И так далее Когда же получается наоборот Что тело побеждает душу Тогда Невозможно телу спустить душу вниз Душа она настолько духовная Что материальность не может на нее повлиять Материальность может только от нее отделиться И это наш смысл Что человек, который согрешил Он отделяет себя от души И на самом деле получается Как бы раздвоение Раздвоение этого человека Духовность и материальность Они не работают в гармонии И они разделяются Это то, что произошло Во время греха с тельцом Поскольку это произошло И мы сказали, что Адам Это А, да, это мы еще не сказали В мешкане Произошло так же разделение Так же, как в человеке Так и в мешкане Почему это так? Потому что мы видим Макубалием Объясняют Что весь мешкан Он параллельно человеку Все инструменты Вся посуда, которая там находится Все принадлежности, которые находятся в мешкане Они все параллельно каким-то органам человека Если человек Сделал какое-то разделение в себе Из-за греха с тельцом Это сразу Отражается на Мешкан Так же, как на мир То, что мы сказали, что это все одно То же самое на мешкан Если человек представляет из себя Какое-то разделение Так это сразу Отражается на мешкане На всех этих вещах Которые параллельно Нашим органам Они тоже будут Проявлять разделение И Поскольку это произошло Так, соответственно Когда строили мешкан Когда строили мешкан То Строительство Было уже в разделении Все вот эти Разницы Которые были между Указанием Как делать мешкан И между того Как его строили в практике Это Эти различия произошли Из-за того, что был Грех стельцом И поэтому Есть Вот эта Разница То есть Мы отсюда видим Очень важную вещь На самом деле Что чем больше Мы соединяем Своё тело с душой То есть Мы Подчиняем Наше тело Нашу материальность Наше желание К душе К духовным вещам Это Нас Соединяет Сплощает Сами собой И Это влияет На весь мир Вокруг Это делает Очень сильное Объединение Во всем Иврейском народе И Среди всего Человечества И всего Всего Творения И это То, что мы Учим Из этой Темы Я Очень вам Благодарен Надеюсь, что Вам понравится Буду рад Слышать от вас Отзывы Всего хорошего До свидания Продолжение следует